Кать, мне честно надоело уже ссориться, каждый день одно и то же, куда я хожу, что я там делаю на работе и почему я так долго пропадаю, ну работа у меня, ты понимаешь, я полисмен, я хожу, спасаю детей, людей, бабушек, женщин, мужчин, всех спасаю, понимаешь, служу отечеству, служу стране, я чё, виноват в том, что я, да не хожу я ни по каким бабам, хватит, пожалуйста, каждый день меня в этом об... СМС-ка какая-то пришла, говорю, хватит, пожалуйста, каждый день меня обвинять, тебе самой не надоело уже столько много сраться из-за вот этого, я, я просто не... Подожди, СМС-ку прочитаю, человек пук, у меня для тебя подарок и задание, срочно приезжай, подожди, пожалуйста, секунду, подожди, подожди, пожалуйста, буду через 10 минут, что произошло? Меня вызывают на работу, Кать, Тони Старк вызывает, прикинь, Тони Старк моим боссом стал, узнаешь на месте, хорошо, выезжай, Кать, там у меня срочное, срочное задание, прикинь, ребенка в школе корова съела. Я... я сам не знаю, откуда в школе корова и как корова вообще съела ребенка, если она травоядное существо, да, но как-то съела. Походу, вот, коровам людоед. Кать, я не дебил. Работа полицейского сложная штука, все, все, Кать, это мы потом выясним, потом выясним с тобой, потом как-то... Ёжхан, и ты баба, я уже не знаю, честно, я уже заколебался сраться с ней каждый день. Я все понимаю, она очень сильно за меня переживает. И не только за меня, еще, наверное, переживает из-за того, не тусусь я с какими-то бабами. Какие бабы, какие бабы? У меня максимум на уме это с какой руки выпускать паутину, когда я вижу бандита. Про каких баб я и не могу думать, я же не бабник. Хотя, конечно, мачо еще тот, но точно не бабник. Вы думаете, я не переживаю, я, естественно, также переживаю, когда оставляю ее одной. Но что я могу поделать, если судьба человека-пука меня зовет? Если бы меня этот пук тогда не цепанул, я бы, конечно же, этим сейчас всем не занимался. Ага. А что он мне сказал? Встретимся на крыше? А то мне... Что это за дичь он здесь построил? Что это за круги ада какие-то? Так, значит, мне нужно забраться на крышу. А, а, что, значит, по малесеньку, по малесеньку я заберусь. Опа! Вот так. Да, без костюма. Но сейчас ночь. Все спят. Поэтому я могу вот так забраться. Я могу так забраться, главное не упасть. И меня никто не спарит. Тони Стар... Ай, Тони Старк, помогите! Я до сих пор еще не привык к этим пауком-чебурекам быть. Смотрите, какое прекрасное звездное небо. Давайте мы просто с вами посидим. Полюбуемся звездами. Вот вы никогда не задумывались, что на обратной стороне луны. Тони Старк. Тут нет звезд. В смысле нет звезд? Тони Старк! У меня вроде зрение не проходит, они у вас. Посмотрите на небо. Есть звезды, есть звезды, есть луна. Короче, Тони Старк. Почему вы меня вызвали? Бандиты не дремлят. Судьба Человека-паука зовет. Ну, как бы понимаете, и Катя меня домой зовет. Ну, что я могу сделать? Она уже мне даже ремнем угрожает. Прикинь, говорит. Если ты не будешь возвращаться домой до 9 вечера, ремнем будет шлепать. Какие-то ролевые игры, знаете, ремешком. Я, конечно, не... Ну, ладно, не будем с вами такое обсуждать. Помнишь, мы тебе подарили костюм? А, да, вот он, кстати, у меня прямо сейчас. Что с этим костюмом? Я его давать не буду, он мне уже как родной стал. Его надо проверить. А что проверить? А, проверяйте. Что с ним не так? Бракованный! Бракованный! А, нет, как он летает. А, я думал, вы мне уже бракованный дали костюм. А он летает? В смысле? То есть, я могу полететь с этим костюмом? А, подождите. То есть, я надеваю этот костюм? То есть... А почему мне сразу не сказали, что он костюм может летать? Так что... А то есть, мне надевать костюм этот или что? Тони Старк? Что-то про... Так я еще не надел костюм! Сломанное ребро... Нога... Тони Старк! Вы хоть и гений, но и имбецил еще тот! Вы мне сказали то, что костюм может летать, но я же костюм-то еще не надел! Ооо, господи помилуй! Тони Старк, мне что-то плохо! Сотрясение мозга, но главное, что живой! Да я-то, может, и живой, и снаружи, но внутри я уже давным-давно мертв! Тони Старк! Вы думаете вообще, что творите? Вы мне говорите надеть костюм? Давайте отойдем немножко подальше! Вообще, там люди слышат, что мне какой-то костюм надевать нужно! Вы понимаете, что вы творите? Вы мне говорите, что костюм умеет летать, но просто беретесь и сталкиваем! Тони Старк, у меня реально ребро сломано! Да давайте я пойду лягу в больничку, хорошо, на недельке так десять! Потом я выйду опять на работу, буду мир спасят! Нет, идем! Зачем я в эти супергерои заделался? Ладно, давайте опять на крышу! Только в... Только что только! Ты не на лифте! Тони Старк, вы издеваетесь! У меня ребра сломаны! И видите, насколько я тупым стал? У меня реально сотрясение и мозга, и головы, и черепа, и маминой кочерыжки! Ничего, зато будешь сильным! Спасибо большое! Спасибо! Я сам закрою дверь! Ёханя, это Тони Старк! ЧСВ! ЧСВ! Настоящий! Я поеду на лифте, ты забирайся так! Ага, естественно! Как будто, знаете, все так просто! Да, давай еще раз упади, еще 35 сотрясений получишь! Ага, помаленечку, помаленечку... Тони Старк! Ха! Лохай педер! Так я быстрее, чем вы сюда забрался! Ладно, я подожду, пока этот старпер... Эй, паучок! Ёханя, ты бабай! Как... Как вы туда так быстро забрались без костюма даже? Пердун-то старый! Да удалой еще, да? Скоростной, сильный! Ладно, извините, пожалуйста... То есть, мне сейчас нужно прыгнуть вот в эти кольца, да? И, как я понял, пролететь их всех! Ну, дай, подождите, подождите! Дайте я костюм хотя бы надену! Заколебал! Отвернитесь, пожалуйста! Мне лень сейчас просто камеру выключать, там, труханы вам показывать! Сейчас, Тони Старк, подождите! Старость не рада, с тем более сломанным ребром! Да отвернись ты, извращенец! Ёханый бабай, дай я ко... Меня реально за шторами прятают! Лишь бы на задницу мою посмотреть! Ну, ладно! Но я не покажу ее! Че, как тебе, мой Брикит, а? Тони Старк? Ну, я, в принципе, готов! Только, подождите, дайте... Я маску сниму, а то нифига не видно! А теперь прыгай и лечи! Так, подождите, а как эта фигня работает? Нужно нажать на... Я все правильно делаю, подождите, нужно... Если берешь, нажимаешь... А-а-а! Понял, понял! Тони Старк, крылья, да? Я тебя сейчас сталкиваю... Не надо меня сталкивать! Все, все! Встречайте меня на финишной черте! Все, я прыгаю! Раз... Два... Три... Четыр... Тихо... крыльями. Я даже не знал, что он так умеет. Куда дальше, куда дальше, куда дальше? Я ничего не вижу. А, вижу, 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 вижу. Сюда, и потом на мосту, на мосту, на мосту. Далечу, не далечу, далечу. Ну, Тони Старка здесь нет, а ты ему ничего не скажешь. Я долетел. Ну, немножечко не хватило, ты видел. Ну, все же, я долетел. Так, а сейчас наверх. Высоко-то как? Я хоть и супергерой, я хоть и спайдермен, но лень у меня тоже присутствует. И в характере, и в настроении. О, еще и каю, тем более. Поэтому я вот так заберусь. А пока я забираюсь, если ты не видел предыдущую серию, как меня пригласили в команду Мстителей, да-да-да, я официально Мстити. А если ты этого не видел, обязательно ее посмотри. Прям сейчас она мной будет подсказочка. ПРЕСЁ! Смотри эту серию, а потом возвращайся смотреть вот эту. Так, а, а здесь продолжение. То есть мне нужно прыгнуть туда, запрыгнуть в это кольцо и продолжить лететь. Ладно, раз, два, три. У-у-у! Так, а это что, какой-то стадион? Я даже не раз здесь не был. Сколько лет здесь живу? Две недели. Что-что-что? Там что-то было только что на этом стадионе, там что-то горело. Так, а... О, что-то мне кажется, я опять не... Я опять не долечу туда до конца. Ну немножечко, 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 не хватит, не хватает. Ну, я в столб врезался, но это не считается, я все же долетел. 69-й база вызывает. База? 69-й слушает. Тут срочное задание для вас. На местном стадионе что-то взорвалось, и следуйте место преступления. База, вы не поверите, я нахожусь здесь, возле этого стадиона, и да, я знаю, там что-то произошло. Я сейчас могу туда забежать, я могу разобраться, что там такое. Только осторожно, отбой. Хорошо, я буду аккуратен. Чао, бамбино. Ну, в смысле, до связи, база. Ага. Что там на этом стадионе произошло? Там что-то горело. Сейчас я разберу, что там происходит на этом стадионе. И что там происходит? Здесь никого нет, а то я в костюме, если меня кто-то спалит, то будет нехорошо. Все горит. Какие-то обломки, что-то с неба шандарахнуло. Так. Это же, это же молот вот этого, бога молнии, то Тора. Ну, я с ним познакомился, да, который там сын, сын Асгарда, живет в Одине, или наоборот. Ладно, сейчас заберу и отнесу его. я сказал, заберу и от него... А почему я не могу поднять-то его? Алло! Здорово! Ты молот здесь свой потерял? Ну, привет, малой. Привет, да, да, давно с тобой не виделись, Тор. Я тут... Ты, конечно, со своим молотом бы аккуратнее, а то здесь все раскромсал. Я тебе хотел его отнести в башню Старка, но что-то пошло не по плану. Я его поднять не могу. Сейчас, да, еще раз попробую. Сам поднимай. Ты смотри, какой силач. да, как? Ты, ты, ты аккуратней, ты аккуратней, я знаю. Ты аккуратней! Хватит меня молнией бить, я знаю то, что ты у нас очень ЧСВ-шный, да. Я знаю то, что ты у нас очень сильный и то, что владеешь молнией. Все. Ты смотри, я бы тоже такой, такой бы суперсильный делал. Да хватит меня бить! Ладно, Тор, все, давай, пока. Опа! У меня еще дел-то очень много. Увидимся. Вставай туда. Куда? Куда тебе вставать? Ты что, со мной поиграться хочешь? Или что? Ну ладно, и что дальше? Молнией меня опять будешь бить, небось, а? Стой там. Да я стою, стою. Ага. Тор, ты с ума сошел? Ты что делаешь? Что хорошее? Да хватит свои молота в меня бросать. Ты с ума сошел? У меня и так сотрясение головы сегодня после встречи с вашим Этим Тони Старком. Ты у меня еще молот... Если бы не получил чуть-чуть, ты бы нереально всю бошку раскромсал. Торты ты аккуратнее, пожалуйста. Слушайте, это получи чуть-чуть очень даже хорошая вещь. Ля, че умеет? Ля, какое, смотри! Со своим молотом, пюм, главное в стенку никакое не вреешься. Слушай, я могу так... А, не, я не могу полетать, я же его поднять не могу. База мне что-то звонит, база горит, здесь какие-то разборки, хулиганы. Со своими игрушками разбросался здесь, валяется там молот, там молния, там вообще апокалипсис, давающий ураган какой-то, вызови. Короче, Тор, я пожалуюсь на тебя, Тони Старку, а то ты реально... Да хватит молнии, здесь шандерах. Белый день, ни одной тучки, и молния откуда-то там бьет. В своем уме, че люди подумают? Все. Я пошел, давай, удачи тебе, Тор, встретимся, отпусти меня уже, пожалуйста. Может полетаем? Куда полетаем? Я уже сегодня налетался, так что ребро сломано, рука вывихнута, сотрясение головы, я твои силы хочу узнать. Ажар, ну давай проверим, а куда? Да ты, может ты меня хотя бы подождешь, я не такой быстрый, как ты. Ща, ща, подожди. Минуток пять, щас я долечу. Ага. Я тут. Ты, да, иди сюда, хватит летать, выпендривается своим молотом. Это испытание. Ты хочешь пройти вот это испытание, то есть, мы сейчас с тобой, подожди, так я, я оттуда прилетал, сюда, кто первый, тот и выиграет. Ага, хорошо, давай, давай, давай на счет три. Дэмби, удачи тебе там, Тор, вы что, реально думаете, то, что я буду с ним состязаться, так он быстрее меня в 150 раз, в задницу, я сейчас пойду домой, сделаю себе чайочек, и посмотрю какой-то фильмец. Конечно, давай проверим наши силы, ага, естественно, я вообще дурак, чтобы с Тором сражаться. Фу, короче, на этом мы закончим эту серию. Ставь лайкусик, если хочешь продолжения, подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые серии, а я пойду снимать этот костюм, потому что я в нем слишком быстро потею. Ну, вот, вот придумает что-то это, вот соревноваться с ним, ага, конечно, все, вы ставьте лайки, а я пошел переодеваться. Ёб твою! Ты ничего не видел! Субтитры сделал DimaTorzok